1 марта в Сергиевом Посаде состоялось выездное заседание Комиссии по культуре, науке и образованию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. По приезде в Сергиев Посад члены белорусской и российской делегации возложили цветы к мемориалу «Слава Вечный Огонь» на проспекте Красной Армии. Недавно, в прошлом году, была создана новая парламентская комиссия по культуре, науке и образованию, потому что оба лидера наших государств понимают, насколько важна культура, наука и образование для нашего союзного государства. Мне оказана честь возглавить эту комиссию. Заседание проходило в стенах Московской Духовной Академии. Перед началом мероприятия для гостей была проведена обзорная экскурсия по Троице Сергиевой Лавре. Все здравы, слава Богу, все мы в полном составе. Это первое наше заседание в 2023 году. В заседании приняли участие представители Министерств культуры и образования, науки и высшего образования, Министерства просвещения двух союзных государств, а также Постоянного комитета союзного государства. Собравшиеся заслушали и обсудили доклады на запланированные темы, в том числе об исполнении бюджета союзного государства за 2022 год, о ходе подготовки мероприятий союзного государства на 2023 год, о ходе разработки новых проектов союзного государства на 2024 год. А необходимо как-то директивно решать, чтобы был закреплен в Министерстве и в одном и в другом руководитель непосредственно замминистра, который курирует союзное государство. Чтобы он владел вопросами, какие были мероприятия, какие программы планируются. Наше видение человек владел, потому что нет такого человека для перевода к этому хаосу. Необходимо, чтобы наше министерство закрепили четко руководителя замминистра, который курирует вопросы союзного государства. Я поддерживаю то, что говорила наша коллега, и мы здесь уже не раз говорили на нашей комиссии, я не знаю, как идет работа в других комиссиях, но на нашей комиссии мы говорили о том, что обязательно должны быть руководители Министерства и ведомства, или хотя бы заместитель прикрепленный, потому что по тому, как посещают наши мероприятия руководители ведомства, мы будем оценивать и вообще их отношение к союзному государству. Сергий Упосадский городской округ на заседании комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию представила заместитель главы администрации Ольга Дударева. Добрый день, разрешите поприветствовать всех наших гостей в нашем прекрасном городе, в таком святом месте. Когда мы сегодня говорили об наших общих задачах, то и самое главное, что делается акцент на три таких отрасли, как образование, культура и наука, я полностью с вами согласна, именно сотрудники данных отраслей помогут нам решить все те задачи, которые мы ставим перед собой. И, конечно, то, что сегодня вы посетили наш мемориал, мы знаем, мы часто гость нашего города, задача стоит и увековечить имена всех погибших. Место такое уже подобрано. Это будет противоположная сторона территории от вечного дня. Мы не разводим два этих мемориала. И есть уже проект, который скоро будет обсуждаться с общественностью нашего округа. И, соответственно, данный проект будет реализовываться. Спасибо большое. Подвел итоги заседания председатель комиссии. Я предложил 40 программ, одобрила эта комиссия. И сейчас мы будем добиваться поддержки государства союзного, потому что нужно будет увеличивать на порядок бюджет, на культуру союзного государства. Отношения будем добиваться уважительного парламентскому собранию всех чиновников, всех уровней. Чтобы они приходили на парламентские собрания, на наши, на комиссии, столь же, так сказать, обязательно, как они приходят в Государственную Думу на наше заседание. Это очень серьезные моменты, переломные моменты, а не революционные в чем-то моменты. Но мы этого будем добиваться. Елена Георгиева, Владимир Новоселов, Сергей Власов. День города.